здравствуйте мои дорогие сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему как зубочистки зубной нити если вы спросите у стоматолога естественно вам любой стоматолог никакие зубочистки даже рассказывать не будет естественно существуют зубные нити но зубочистки тоже есть как бы да но все-таки более детально более четко как бы да только можно зубы межзубные промежутки зубными нитями почистить опять же насколько часто надо чистить да у всех зубные промежутки зубы разные у кого-то они массивные да у кого-то они близко находятся друг с другом у кого-то межзубные промежутки большие у кого-то впереди между центральными резцами большие промежутки сверху снизу у кого-то они очень плотно стоят поэтому пища вообще особо не попадает и людям редко надо пользоваться зубочистками и зубными нитями зубные нити тоже разные бывают с порошком софтором без фтора классические тонкие толстые широкие ленты узкие ленты разных фирм вот поэтому каждый для себя подбирает в зависимости от его развития и предпочтений и ощущения между зубными промежутками насколько часто надо чистить зубы как бы до зубными нитками но от одного до двух раз в день я например впервые своей жизни да ну начал чистить пользоваться зубными нитями где-то наверное после школы наверное ну грубо говоря там в 17 лет может быть 18 может чуть позже как бы по-моему еще даже в институт уже начала ходить не по-моему позже может 20 было около двадцати лет до этого я ими не пользовался и у меня такие межзубные промежутки куда часто попадала мясо вот и представляете когда туда попадает но что-то выполоскала что-то осталось это все гнило как бы я уже говорил часто у себя на канале что много кариеса с первого класса было и уже почти во всех зубах в первом классе были пломбы и когда уже начинают сверлить постепенно там пломбочка потом пломбочка откололась вылетела там кариес вторичный пошел там плохо сделали и так далее не высверлили и почему-то всегда попадал каких-то непонятных стоматологов и почему-то после этих стоматологов под пломбами под коронками всегда вторичный кариес образовывался вот и слава богу что более-менее последнее время нашел нужного человека надеюсь нужного человека что с прошествии времени вот вторичный кариес он уже под пломбами под коронками не будет развиваться потому что я уже в лекции рассказывал насколько важно чтобы все короночки плотненько стояли все под десну заходили да там соприкосновение правильно зубов было потому что зачастую приходишь например какому-то стоматологу и работа не очень качественно выполнена потому что начинаете менять какую-то коронку а у вас во всем рту неправильно все стоит прикус чуть неправильный скажем зубы неправильно с друг с другом соприкасаются ну то есть желательно вообще чтобы один человек все подогнал как бы под одно не всех конечно есть такая финансовая возможность и не у всех есть нужны специалисты когда человек таким специалистам попадает вот естественно время какое-то проходит что такое спеца найти и таких специалистов вообще очень мало за границей в россии и в вашей стране где вы живете вот стоматолог это вообще на вес золота специалист хотя их очень много как бы и довольно таки неплохие вроде бы но все зависит характера человека нужно чтобы был дотошный человек внимательно скрупулезный чтобы работа его нравилось как бы он никуда не спешил когда человек этим занимается и он со всей душой это делает ему это нравится деньги то понятно что хорошие зарабатывать но часто люди они же идут туда где дешевле но потом не понимают что зуба это все это все здоровье насколько некомфортно да вот я например после стоматолога не мог месяц почти доесть правой стороной например все коронки поменяли дырки уже большие и когда ты лечишься без анестезии как бы да там посттравматический эффект очень длительный до зубочувствительные становится из очень-очень много тонкости которых нет нигде ни в одной книге потому что мало людей кто может там выдержать такую нагрузку без анестезии да и потом почувствовать что нам будет через месяц через два у тебя с нервом до которые вот на живую там это лечишь как но все равно интересный как бы опыт и так далее не все это могут выдержать да и многим и не надо это выдерживать каждый делает над собой какие-то эксперименты каждому интересно как организм реагирует что потом будет и стоматологу интересно и так далее поэтому я всегда предпочитаю зубные нити я приучил меня американский стоматолог научил у меня все время валяются во всех карманах там одеждах машинах вот везде эти зубные нити если даже у меня закончилась я знаю что в барсетке и зубная нить в кармане меня зубная нить либо здесь закончена знаю что здесь и здесь закончится машине лежит сел еще куда-то там свой письменный стол там лежит пошел есть там лежит то есть у меня нити везде лежат когда ванной там полете то есть у меня уже все они разложены как бы я просто хожу их нигде не ищу во первых я себя так приучал к этому вот во вторых конечно же тоже как я раньше числа после каждой еды тоже нельзя чистить постоянно зубными нитями вот можно постоянно повреждать десна когда резко быстро там где-то кино там засмотрелся почистил повредил десну как бы дам-дам туда заскочила нитка там кровь пошла естественно собираются микробы там раз-два-три и потом где-то да этот микроб может проникнуть чуть-чуть если вот взять все ваши зубы да и посмотреть на увеличение под определенным светом можно увидеть эмаль где-то треснула там до эмали где-то истончилась вот и вот эти вот микробы лишние которые там вы повреждаете рот там при чистке там при чистке нитью там зубной щеткой там десна повредили кровь пошла раз пошла два пошла микробы какие-то другие размножаются во рту и вот эти микробы потом могут попасть в полость зуба где-то там да тем более где трещинка есть нарушение какое-то микро не видно и потом могут возникать как раз проблему зубов кариес может возникать такие вроде нюансы как бы да но они имеют место быть и поэтому после каждой дына до полоскать зубы минимум водой длительно вот и один-два раза в день но я предпочитаю там два-три раза сейчас раньше часто чистил то есть у меня были переклины то ли вообще никогда не знал что такое зубная нить не пользовался потом когда мне привык приучил доктор сказал давай так делай как бы вот я начал пользоваться потом у меня например не два-три раза в день начало получаться после каждой еды фактически но это не есть хорошо на самом деле вот не стоит это делать перед перебор просто идет у минимум хотя бы один раз в день точно надо чистить нитью вот я считаю некоторым два раза все зависит от зубных промежутков вот если пища застревает как бы да то надо два раза чистить но и опять же вы же не все время идите мясо там не какую-то пищу которая застревает клетчатка которая между зубами застревает бывает и кашицеобразно что потом или соки какие-то и жидкая пища что если нее можно прополоскать все чисто без зубной нити она просто не нужна то есть нужно понимать что зубная нить нужна тогда когда там какие-то ошметки от еды остаются конечно никакой зубочистка вы так не вычистить нереально невозможно более зубной нитью можно там эротикационные движения делать вот аккуратненько между зубами просто в межзубных промежутках аккуратненько почистить поэтому есть определенные методики есть движение как работы с ниткой я стараюсь не пользоваться различными зубными пастами со вторым последнее время но вот где-то я не пользуется зубной пастой сущности говорят что не стоит пользоваться зубной пастой я где-то лет пять уже не пользовался но сейчас тут опять делаю эксперимент выбрал определенную зубную пасту вот хочу попробовать что будет просто ради интереса сейчас у меня эмаль восстанавливается ну типа пишут что вот кальция там существует в ней это может попасть в мальтом и доктора это рекомендуют но посмотрим не просто ради интереса что может быстрее даже восстановится это эмаль как вода зубная я сейчас тоже разные эксперименты поэтому не могу сказать что это здорово или не здорово как бы в каждом конкретном случае может быть даже кратковременно да есть смысл это использовать когда все это восстановится да можно опять брать щеточку зубную когда там полоскать рот чистить зубы зубная щетка должна жесткая обязательно не мягкая не софт как там пишет а именно жесткая зубная щетка должна быть потому что если вы что-то чистите вы же не мягкой щеткой чистите мягкой щеткой вы же не ототрете там где-то на столе там что-то засохло или на асфальте перед домом капнула вы берете самую жесткую щетку и трете также зубы аккуратным такими движениями вверх вниз отдельно два зуба сразу раз-раз-раз сверху вниз сначала одну челюсть потом другую челюсть вот не такими движениями а вот именно раз-раз снизу потом опять рот открываете изнутри чистите то есть такие момент они очень важны для понимания зубы это опять же повторю это очень важно понимаете зубы это все ваше здоровье и очень конечно жалко людей которые вот именно это не рассказывали не объясняли когда доживая там до 50 до 55 лет у них там два зуба во рту грубо говоря потом надо ли импланты вставлять или челюсти или вставные как бы протезы да делать и челюсти имеют проблемы там и атрофия альвелярных отростков происходит очень жалко этих людей как бы и вот вовремя людям не объяснили не рассказали такие вещи надо сосками школьной рассказывать когда периодически чтобы школу приходил стоматолог какой-то к детям да и какие-то уроки иногда там раз в месяц хотя бы были такими вещам посвящены то есть я считаю это очень необходимо с самого детства потому что ну такие вещи они везде есть слишком специфичные очень да там тоже не учат с детства как правильно на растительном типе питания находиться вас не учат как правильно ну там покажут там мультиках или еще где-то как правильно зубы чистить но это может быть не до конца правильно как надо щетку выбрать какие они бывают там как чистить какие пасты вредны какие не вредны на большинство пастах есть втор втор вреден это крысиный яд и зачем это пропагандирует никто не может понять зато это существует ташка с молочными изделиями это вредно но не везде есть все они говорят а что ты там кальций это здорово там тот кальций он не усваивается наоборот будет выводиться вот поэтому наверное все-таки зубочистки это такая полумера как бы где-то в ресторане там когда нет зубной нитки или вы забыли где-то чуть почистить там где-то что-то застряло вот опять же полоскайте как бы да зубные щетки зубные нитки с собой носите вот когда красящая какая-то еда там пополощите тщательно можно даже щеточкой потом пробежаться где-то туалет войти чтобы зубы сильно не закрасились особенно кто находится на сыроедении там естественно часто пигментированная пища бывает и от зелени кстати умел часто от зелени оставались то есть вычищать им тяжело без специальных щеток твердых без зубной пасты без абразива очень тяжело честно скажу вот электрические зубные щетки они вредны и особенно все что вибрирует вот этой вибрации очень плохо отражаются на зубах как бы да то поэтому я все-таки предпочитаю механические хотя есть и очень хорошие зубные щетки стоматологи рекомендую филипсы различные как бы да которые не просто традиционными движениями вот они такое движение сверху вниз которое имитирует правильное движение механической зубной щетки опять же все это электричество вибрации то есть это не есть хорошо на зуб это все негативно влияет потому что таки электромагнитное излучение то есть все только одно улучшаете другое ухудшаете да иногда можно их использовать когда загрязнение большого вот но не каждый день поэтому подбирайте для своих межзубных промежутков нужные нити вот кто-то с пастой кто-то без пасты там разных фильм кому что подходит одни нити такие волокнятся другие такие ленточные менее волокнятся вот и каждый для своих зубных зубов до межзубных промежутков выбирая то что ему нужно то есть такие моменты они очень важны а некий фирма я рекламирую час не буду как бы здесь вот то есть можно подобрать в аптеке там попробовать где-то в интернете может заказать если вы никогда не пользовались старайтесь пользоваться тщательно следите за полостью рта кстати омыватели лучше тоже вот эти все полоскатели до специальные с раствором хлорогексидин и другие лучше тоже не использовать только лишь их использовать тогда когда проблемы со здоровьем вот а так если нормально пытаетесь на растительном типе питания находитесь и там уже своя микрофлора во рту формируется которая сама уже стабильно да и не дает размножаться определенным микробам то есть это очень важно и так всего самого доброго заканчиваю эту видео лекцию удачи и здоровья и увидимся в новых выпусках до свидания